Сегодня в музее имени Врубеля презентовали 3D-модель картины нидерландского художника Андреаса Селфхаута. Зачем понадобился трехмерный макет произведений, когда есть оригинальная картина? И чем может быть полезен на мечам? Далее в материале. Главное музейное правило – ничего не трогать руками. Отменяется, когда дело касается трехмерных картин. В прямом смысле прикоснуться к искусству. Сегодня пришли дети с трудностями в развитии. Снег, дерево, дом какой-то. Объемное произведение своими пальчиками изучает Данил Мозгалин. Он специально закрыл глаза, чтобы лучше ощутить, чем такая картина отличается от привычного холста. Когда на обычную смотришь, ты просто смотришь, а там ты ее можешь потрогать. Сразу мелкие детали все потрогать, как там ходят, как они стоят, что у них под ногами. 3D-модель – это фрагмент картины нидерландского художника Андреаса Селфхаута под названием «Вид Дортрихта в четырех лье от Роттердама». Само полотно, кстати, подлинник, представлено рядом. Насте Бондаренко такая идея сотрудников музея понравилась. Смотришь на настоящее произведение искусства и тут же можешь войти в картину. Чтобы люди могли узнать картину, якобы это все в жизни было. И художник это так придумал, якобы люди так же все делали, как на картине, и он придумал все. Эта трехмерная картина стала в музейной коллекции шестой. Предыдущие очень популярны у посетителей. А для людей с нарушениями развития делают искусство доступнее. Мы специально заказываем TD-модель, которая позволяет передать разные фактуры поверхности. Наши партнеры, которые делают это оборудование, они получают заказ и точно подходят к процессу, используя разные полимеры. Поэтому очень хорошо чувствуется, что это лед, он гладкий, холодный. Мы не арт-терапевты, все-таки мы не имеем специализированного образования, ведь арт-терапия работает с человеческой душой и с правлением дефектов, которые имеются в психике. Мы не можем так глубоко входить в мир ребенка, не зная его, поэтому мы скорее опираемся на эффект образовательный. Хотя терапевтический эффект мы наблюдали. Конечно, дети расслабляются в музейной среде. Рельефные копии картины в мире уже существуют, а в Омске есть только у музея Врубеля. На заказ их делает омское предприятие. Удовольствие дорогое. Одна конструкция – это сотни тысяч рублей. Поэтому появляются они только благодаря спонсорам. А вот какую картину сделать объемной – коллегиально решают сотрудники музея. Пять предыдущих экспонатов посвящены творчеству русских художников. Для шестой модели выбрали картину из коллекции западноевропейской живописи. И сегодня, кстати, 230 лет со дня рождения художника Андреаса Схилфхаута. И этот день омичи отметили в презентации 3D-макета его картины. Алла Аксенова, Виталий Двераковский, Антеннесси.